У монеты СССР 10 копеек 1950 года было всего три штампа. Это штамп 3.1А, 3.1Б и 3.21Б. 3.21Б это штамп новодельной монеты, о ней я расскажу немножечко попозже. Сейчас же нас интересуют больше две монеты, штамп 3.1А и 3.1Б. Перед вами, ребят, монета это обычный штамп, штамп 3.1Б. Чем он отличается от штампа 3.1А? Тем, что буковка К стоит, эта палочка чуть-чуть левее единички. Штамп 3.1А, буква К смещена вправо, буквы между собой сближены, буковка К смещена вправо и стоит под единичкой. Стоит под единичкой именно уже сама палочка от буквы К. Это очень редкая дорогая монета. Ее коллекционеры оценивают в районе 5.000 долларов. Так же самое и в каталоге ее оценивают. И найти такую монету очень-очень сложно. Но примечателен тот момент, что эти монеты все-таки находили в обиходе. И у вас у всех есть шанс найти такую монету в кучке монет. У себя в копилочке, если у вас такая есть. Или же на барахолке, на слете коллекционеров, на клубе коллекционеров. Будьте внимательны. Смотрите на этот маленький нюанс. Именно на место расположения буковки К относительно единички. Как только буква К смещена вправо, знаете, у вас дорогая редкая монета, которую у вас коллекционеры купят с приогромным удовольствием. Возможно 4-5 тысяч долларов вам не удастся за него выручить. Но я вам говорю цены каталога. А каталог Дмитрия Тележинского вообще ее оценивает как R5. Соответственно эту монету найти очень сложно. И она была найдена на тот момент, ну буквально в единичных экземплярах. Но тем не менее их находят, находят по сей день. Поэтому обращайте на этот нюансик внимание. Возможно вам попадется такая классная, дорогая и редкая монета СССР. Что касается монеты штампа 321B. Это монета новодел. Оценивается она в 1000 долларов. Как ее отличить от обычных монет? Для этого нам необходимо перевернуть монету на Аверс. И посмотреть вот в эту часть. В эту часть. Верхний луч должен быть на уровне с остальными лучами. Если у обычных монет этот луч немножко укорочен. То у новодельной монеты он длинный. Он длинный и почти соприкасается со звездой. И еще один примечательный момент, что кант у монеты новодела, он более узкий, нежели у обычных монет. Поэтому обратите на этот момент внимание. Но вряд ли такая монета вам попадется. Я просто рассказал, чтобы вы о ней знали о том, что такая монета существует. И вы можете ее где-нибудь встретить. Но встретить, как правило, в коллекции у одного из нумизматов. Вот эти две монеты сейчас стоят у меня на аукционе. Вы можете зайти и приобрести их. Ссылочки все будут внизу под описанием. Заходите, смотрите. Подписывайтесь на обновления, потому что монеты я добавляю каждую неделю. Каждую неделю минимум по 100 монет добавляется на аукцион. Потому что покупает их очень активно. Очень много монет уже купили. Буквально не успел я там с месяц назад начать торговать. Монеты разгребают, как горячие пирожки. Ребят, поэтому поторопитесь, чтобы быть первым. Отправляем монеты в любую точку мира без проблем. Хоть в Россию, хоть в Израиль, куда угодно. В Америку, в Германию, куда надо. Туда мы их и отправим. Без проблем. Так что, ребята, жду вас у себя на аукционе. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. И следите за всеми нашими обновлениями. До встречи. Вот смотрите, что нам пишет каталог. Видите? Штампы, номера по видео у меня отмечены. У меня она есть. Это монета в UNC. Вот. Буквы коп сближены и смещены вправо. Видно, да? По отношению к цифре 1 номинала. Здесь буквы коп расставлены и смещены влево. По отношению к цифре номинала. То, о чем я вам рассказывал, показывал. Вот оценка каталога в 1 доллар. Ну, скажем так, у меня их покупают в среднем, ну, в районе 5 долларов. Ну, в хорошем состоянии, с штемпельным блеском. Где-то так. Ну, такой монеты у меня нету, конечно, к сожалению. Ну, вот оценивалась в R5. Сейчас уже оценивается в 4-5 тысяч долларов такая монета. Продолжение следует...